Гречки много не бывает, так подумали россияне и устроили настоящий ажиотаж в магазинах. Запасы сделаны, а идеи оригинальных блюд не найдены. Наш корреспондент Анна Троян сделала подборку самых популярных и оригинальных рецептов из самой востребованной крупы. Гречневая лихорадка захватила россиян гораздо сильнее, чем нашумевшая инфекция. Сити пестрят обеспокоенными жителями, скупающими десятки пачек каши. Остался лишь вопрос, что делать с царицей крупы. Всем привет, меня зовут Юлия. Одно из моих любимых блюд – это гречка. И сегодня я вам покажу два несложных рецепта ее приготовления. Наши подписчики не дремлют, творят кулинарные шедевры из крупы. Люберчанка Юлия предлагает самые простые рецепты для каждого. Варим две порции гречки в подсоленной воде. Ждем 15 минут и вспоминаем студенческие годы. Первый вариант – как гарнирный обед с сосисками. А этот рецепт наверняка многие уже забыли. А зря. Второй вариант – на завтрак с молоком. Это самое вкусное сочетание для начала хорошего дня. Приятного аппетита. А как насчет оригинальных блюд? Весна. Хочется чего-то нового и свежего. Как раз такой фреш-рецепт знает наша зрительница Сандра Крутая. Пошла вторая неделя карантина и эксперименты с гречкой продолжаются. Такой вариант понравится всем любителям полезной и правильной пищи. Кроме всеми любимой крупы, потребуются только замороженные овощи и масло на ваш вкус. Брокколи и зеленую фасоль тушим в сковороде. Пока готовятся овощи, гречка уже готова. Я добавлю вот такой вот сухой чеснок, перец и соль по вкусу. И совет от повара – отварите овощи заранее в течение двух минут. Так дело пойдет быстрее. Готовым брокколи и фасоли добавляем гречку и немного держим на огне. Все. Это замечательное блюдо. Подойдет всем. И тем, кто сидит на диете, тем, кто сидит на посту и просто тем, кому уже надоела обычная гречка. А следующим нашим героям, маме и дочке, даже гречка по-купечески уже надоела. Пофантазировали. В итоге готовят гречневую запеканку. Неожиданно, правда? Мы берем 250 грамм гречки и ее отвариваем, закидываем в кипящую подсоленную воду на 20 минут. Пока варится основной ингредиент, готовим остальные. Куриную грудку режем, ставим варить на полчаса. Давай, пока я буду тереть сыр, ты займешься взбиванием яиц. Это твое, а это мое. Во взбитые яйца добавляем треть от общего объема сметаны. Мелко режем лук. Чтобы не текли слезы во время резки лука, нож достаточно смочить холодной водой. Обжариваем лук. Режем готовую курицу небольшими кусочками. Добавляем мясо к обжаренному до золотого цвета луку. Готовим их вместе в сковороде с половиной оставшейся сметаны. А теперь самое интересное. Все готовые ингредиенты слоями выкладываем на большой противень, смазанный маслом. Между слоями заливаем яйца, смешанные со сметаной. Тема реальная. Вообще. Сверху смазываем сметаной и посыпаем тертым сыром. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. 40 минут терпим невероятный аромат. И запеканка готова. Ммм, это очень вкусно. Пробуй. Экспериментировали с царицей круп. Анна Троян, Сергей Гвозьев, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова